Зрителям пиво и ставки. Топовые лиги России всеми руками за это и просят разрешить рекламу алкогольного пива на ТВ во время спортивных трансляций, на экипировке спортсменов, билетах или сайтах лиг. Также есть предложение продвигать еще и букмекерские услуги на фасадах стадионов. Зависит ли успех российского спорта от рекламы пенного и ставок, разбиралась Зоя Зотова. Зоя, зачем хотят вернуть пиво на стадионы? Как оказывается, больше 15 лет, если не считать пару футбольных матчей в 2017-2018 годах, в России запрещено продавать пиво на футболе. Вернуть пеной напиток на трибуны, в том числе и в виде рекламы, пытаются примерно столько же лет. В этом году снова предпринимают попытки поставить знак «равно» между возвращением пива на спортивные соревнования и спасением российского футбола. Давай послушаем экспертов. Ну, в первую очередь, я думаю, что выиграют стадионы. То есть это дополнительный доход в виде продажи пива. Ну и, конечно, появятся, наверное, спонсоры для будущих команд, которые будут заинтересованы спонсировать эти футбольные команды. Зарабатывать смогут не только клубы, но и собственники стадионов. Тем самым они смогут решить свои финансовые задачи, резюмируют эксперты. Это станет возможным за счет размещения рекламы пенного внутри спортсооружений, на их крышах, фасадах, территориях, а также входных билетах. Но ведь болельщики, наверное, будут нетрезвые. Это опасно, беспорядки могут быть. Эксперты говорят, что здесь дело уже не в алкоголе, а в самой культуре. Ведь беспорядки на матчах происходят и без употребления алкоголя. Тем временем есть и противники, которые против возвращения пива. Это, во-первых, Минздрав России. Он всегда был против. И силовое ведомство. Это прежде всего МВД. К ним присоединились и кировские эксперты. Давай послушаем мнение. Конечно, выступаю резко против любых инициатив, связанных с увеличением продажи, с увеличением потребления тех или иных видов алкогольных изделий. Под предлогом спорта и развития спорта, не знаю, давайте наркотики начнем продавать на стадионах, например. Да, я не за это, естественно. Побеседовала я сегодня и с горожанами. Спойлер, ответы меня удивили. Давай, все посмотрим в сюжете. В любом виде реклама, пропаганда этого всего – это плохо. Алкоголь – это яд, зло и так далее. Пиво в том числе. Пиво еще больше. Ну, я думаю, спорт вот такой, зрители и пиво – это сочетание, на самом деле, которое должно присутствовать. Ставок не надо. Вообще против алкоголя. Тем более на стадионах. Они напьются и начнут буянить эти фанаты. Так они и без алкоголя буянит? Нет, без алкоголя не так. Когда человек под шофе, он по-другому воспринимает. Все-таки это спортивные мероприятия, и на них пропагандируют спорт. Не знаю, там, бывало, что с детьми ходят, а тут такая реклама. Я думаю, что нет. А вот в федеральной антимонопольной службе, где и раньше не поддерживали подобные инициативы, заявили, что об одобрении законопроекта говорить пока не готовы. Там не увидели весомых аргументов за то, чтобы огромные фасады стадионов рекламировали пиво или букмекерские услуги и не очень понимают, как это все будет влиять или поддерживать спорт. Понятно. Спасибо, Зоя. Ну, а мы продолжаем. Спасибо. Спасибо.